Она всегда молилась на коленях, в укромном месте, в комнате своей. И часто искренние слезные прошения шли к Иисусу за ее детей. Два сына не познали Бога, покоя мать не знала день и ночь. Она молилась истово помногу, я верю Господи, Ты сможешь им помочь. Яви им свет во тьме кромешной, ведь краткие и рукавы наши дни. Ушла мать вечность безутешной, остались братья на земле одни. Шло время, вырослите сыновья, по-прежнему они не знали Бога. У старшего была уже своя семья, свои проблемы и своя дорога. А младшему достался очий дом, немного старый, но зато большой. Работу, не оставляя на потом, решил сначала пол сменить гнилой. Трудиться начал с раннего утра. Работа продвигалась, словно песня лилась. Но вот дошел он до того угла, где мать когда-то их молилась. Из сердца стало что-то жать, лом поднимать вдруг стало не под силу. Он ярко вспомнил старенькую мать, и как за них она у Господа просила. Мне нужно выкинуть ненужную доску, и за нее работа напрочь встала. Но сердце не могло прогнать тоску, и совесть так сурово обличала. «Пойду я к брату, пусть поможет он», — сказал сын младший, отражив работу. Но старший брат, пришедший в дом, припомнил также материнскую заботу. Стояли братья долго в тишине, произнести не смея даже срово. И, горько зарыдав на маминой доске, родились покаяния к жизни новой. Тьму прогоняет только свет, за души грешных идет незрима битва. Бывает так, что через много лет детей находит мамина молитва. Аминь.